1 сентября в 18-ю школу на улице Чкалова придут больше 700 учеников. Это не только жители индустриальной части города. В образовательном учреждении знания получают и школьники из других районов. Путь к зданию безопасным назвать было сложно. Самой большой проблемой здесь был разбитый тротуар. В этом году участок включили в городскую программу по ремонту пешеходных зон. Когда благоустройство – это хорошо. Тем более школа рядышком, тут дети ходят. Конечно, хорошо. Ходить детям где-нибудь на самокатах покататься, не как на велосипедах, всё разбито. Как бы ходишь тоже, запинаешься за эти камни. Подрядчик уже уложил асфальт на большей части тротуара. В ближайшие дни работы закончат полностью. На очереди ещё один этап благоустройства. Рядом со школой уже установили умный пешеходный переход. Сейчас его необходимо подключить к системе. Помню, мы с вами начинали эту работу здесь прежде всего, потому в том числе, что и родители у нас написали письмо и говорили о том, что здесь необходим тротуар. Здесь необходимо, вы нам говорили, обязательно остановочный павильон, потому что дети приезжают сюда из разных районов города. И вы говорили о том, что здесь необходим вот такой вот безопасный переход. Вот практически всё сделано, причём в преддверии первого сентября. Родители, когда шли с утра в детский садик, им приходилось обходить вот этот тротуар, поскольку он был затоплен, обходили по проезжей части. Сейчас это действительно безопасно, мы с вами это всё видим. А то, что здесь умный пешеход, это вообще просто шикарно для всех, потому что действительно издалека это сразу всё будет видно, и я думаю, это здорово. Рядом с умным пешеходным переходом появится и цифровое информационное табло, где пассажиры смогут увидеть расписание и время прибытия автобусов. Правда, пока на новой заасфальтированной остановке негде спрятаться от дождя. Здесь остановка появится на следующей неделе. Здесь у нас особая ситуация, узкий пешеходный переход, поэтому мы договорились ставить нестандартную остановку. Она будет немножко меньше, нежели все остальные. То есть, если обычно мы ставим 6 на 2,5 метра, то она у нас будет 4 на 1,5. Подрядчик уже приступил к изготовлению. В зимний период уделим особое внимание пандусам и съездам. Подрядчику передадим необходимость дополнительного внимания. Будем посыпать песко-соляной смесью и дополнительно очищать, убирать. До конца года в Череповце должно появиться 45 новых автобусных павильонов. 9 уже изготовили и установили на улицах города. Мария Ебеленко, Александр Писпалов. Новости.